всем привет как вы знаете при создании любой структуры возникают некоторые баги да в данном случае у нас не то что баг а я просто ее не начал создавать у нас при получении ночи так скажем да персонаж сразу начал получать урон но это относительно неверно соответственно мы должны создать само замерзание у персонажа так давайте здесь смотрите да то что я немножечко подправил кое-что потому что я в прошлый раз забыл поставить branch на смерть ну и соответственно то что смерть произошла здесь должна быть функция но я просто написал print string и также я немножко подправил виджете но это чисто для внешнего вида так для интересов относительная важности там нету если мы заходим я просто сделал так что я вот одеваю одежда и соответственно на картинке появляется то что у меня одета и все по сути больше нет изменений никаких так давайте мы введем сюда дополнительное так скажем прогресс бар в котором мы будем показывать что персонаж замерз пусть это будет штучка которая будет находиться здесь такая вот небольшая тонкая теперь мы создаем тоже самая функция но уже для определения замерзания пусть это будет наименование freezing делаем здесь прогресс бар и set person выставление процентов в данном случае мы просто подадим ее уже от нуля до единицы здесь потому что там она нам тоже пригодится именно от нуля до единицы не сотни никакие да такие вот значения короткие теперь на begin play мы будем вот создавать саму эту часть определения замерзания для начала мы должны вытащить set timer by event вот эта штука у нас будет так скажем протикивать определенное количество времени и мы будем вычитать или еще что-то делать делаем промоутовый рейбл назовем ее таймер freezing чтобы мы могли ее где-то остановить либо управлять данной функцией ноды даже обозвать не знаю как так и добавляем на event custom event здесь давайте также напишем freezing чтобы она у нас была определенно знаю определяема looping ставим обязательно так здесь мы накидываем branch и проверяем работает ли ночь сейчас или нет если да то мы выполняем дальнейшие действия если же нет мы ничего не делаем так нет нет он же я . хотел поставить далее мы будем некими действиями во первых у нас смотрите у нас температура который мы обозвали температура да ну на самом деле это количество одежды мы должны взять не то количество которое у нас надето а то количество которые не надето то есть так скажем процентное у нас отношение уже одетого к не одетому для этого мы просто можем воспользоваться такими действиями как из 100 мы вычитаем наше значение температуру да то есть мы как я проще рассказал температура у нас должна от 0 до 100 быть если соответственно на какое-то значение равно допустим 5 это 5 процентов в данном случае мы 100 процентов вычисляем наши 5 процентов и получится у нас какое-то значение далее мы разделим это на 100 чтобы не иметь действие с большими цифрами тысяч сотни да то есть нам не нужны мы будем работать с нуля до единицы по сути то есть максимальное значение 100 разделить на 100 будет единица ну или 0 разделить на 100 будет 0 и теперь мы делаем тоже давайте скопируем вычитание мы вычитаем вот это все из promote variable ее мы назовем какая-то freezing это у нас будет freezing то есть как раз таки замерзание нашего персонажа и далее мы как раз таки freezing уже будем записывать наше изменение значений и так далее теперь все что у нас получилось а по сути у нас получилось так freezing давайте компания сделаем у нас будет 100 то есть из-за того что у нас вот здесь было 100 написано freezing сразу значением стал и это в принципе достойно необходимо что нам в принципе и нужно из-за того что мы будем вычитать из 100 ноль целых какие-то значения да то что мы сделали здесь то есть максимум единица каждые 0,5 секунд это будет вычитаться и соответственно будет 95 целых 5 десятых 95 допустим 94,5 десятых и так далее ну то есть такое уж значение ой если единица то соответственно по единице будет отличаться то есть все зависит уже от того насколько персонаж один ну и далее мы freezing флеер берем давайте тоже сразу делаем вычитание и разделение мы копируем чтобы получившиеся значения значения туда поставил получившиеся значения мы тоже вычитаем из 100 максимальное значение 100 то что у нас получается да то есть как я уже объяснял сложность здесь заключается в том что нам надо вычитать всегда из 100 то что получается чтобы было конкретно понятно и здесь у нас уже получалось от 0 до 1 для этого мы создаем сразу clamp ну и то что у нас здесь получается давайте сразу запишем переменную давайте обозовем ее count freezing пусть это будет так то есть count freezing у нас равняется от 0 до 1 и после этого мы соответственно уже его записываем как раз таки в наш виджет виджет вытаскиваем да и нашу функцию которую мы создали freezing сразу записываем ее сюда чтобы было все понятно ну и далее я создал скалярный параметр на изменения до которого у нас появляется изображение я принципе вот сейчас справа увидите ссылочку и в описании тоже ссылочку на то видео где такое создавал вы это посмотрите и тоже создадите о чем я говорю это давайте я сразу подсоединю так это мы пока отключим и вот сюда я подсоединю просто поставлю значение единица чтобы максимально было так здесь он нас не примет давайте отсоединим сюда вот то что у нас появилось охлаждение то есть вот это обрамление рамочка как раз таки вот это и есть изменения так нам нужно проключить ее сюда здесь мы выставляем значение от 0 до 1 это count freezing как раз таки и то есть при когда у нас максимальное значение охлаждение станет единица да вот здесь видите у нас ячеечка полностью заполнилась соответственно здесь у нас тоже будет максимальное значение непрозрачности ну и далее мы уже вызываем наш branch в котором мы будем проверять является ли это значение значение равным единиц в данном случае у меня равна единице оно должно быть потому что здесь идет в обратную сторону так если значение равно единице мы делаем что мы наш тайм таймер фризинг делаем пауз тайм байхэнгл просто остановим его и по сути все вот это все что у нас появилось должно работать но во-первых смотрите мы еще не сделали такое что здесь у нас он сразу будет удалять нам здоровье да так как мы его сюда поставили здесь мы выставим sequence чтобы разделить нам это все действия выставляем его сюда параллель и здесь добавим branch branch чтобы здоровье не уменьшалось сразу же мы как раз таки наш count freezing который мы уже создали он у нас вот здесь записывается вот он да если он максимально единице будет равен соответственно мы уже замерзли то есть и у нас экран покрыт полностью инием да так скажем если это больше либо равно единице но на всякий случай запишем больше или равно единице а по сути можно написать равно единице но вот этот count freezing у нас может хотя не может потому что мы здесь клемп поставили он всегда максимальная единица будет ну на всякий случай запишем так от этого у нас процессор не взорвется ставим здесь и все по сути давайте проверим так здесь мы тоже сохраняем компилируем компилируем сохраняем и запускаем у нас сейчас пять процентов одежды я здесь прибавил слишком здесь на ноль сразу поставить на всякий случай из-за того что у нас ноль целых пять десятых проверка идет да и вот получается что очень долго сверяет какое значение сейчас одежды я так как поставил пять процентов вот одели шапочку и если я сейчас буду одеваться и у нас это все намного медленнее будет замерзание да происходить ну этим можно поиграться если вы как раз таки другое значение скорости обновления поставите у меня сейчас 0.5 вы можете поставить 0.7 либо единицу у вас гораздо дольше это будет давайте я убавлю одежду чтобы быстро прошло если сейчас полностью заполнится замерзание значение здоровья начнет убавляться очень быстро потому что одежда сейчас практически нету если я сейчас прибавлю одежды здоровье уменьшается практически минимально так как я это настроил так ну вот допустим 70 процентов где-то и более видно как здоровье уходит да здесь надо будет регулировать эти параметры в зависимости насколько у вас одета одежды ну я надеюсь вы это сможете да то есть у вас надо при каждой проверке ну то есть сделать проверку при каждом одевании одежды там какой-то да и соответственно если вы оделись человек не должен замерзать то есть максимального допустим в данном случае у меня конечно не максимально это процентов 80 но персонаж не должен замерзать хотя он замерзает но с меньшим скоростью то есть это уже подрегулируете скоростью тайм если вам это все-таки не нравится вы можете как сделать смотрите делаем разделение по сути да здесь вы можете поставить наше количество одежды ставите branch отсюда допустим проверяете если допустим одежды у нас больше я не знаю допустим больше 50 50 да нет давайте меньше поставим допустим меньше 50 то соответственно он начнет замерзать и начнет убавлять потом здоровье чуть позже да также также можно еще сделать несколько таких действий можете это же поставить меньше меньше либо допустим больше равно так меньше 50 но больше равно допустим 10 вы можете допустим выставить все тоже самое создаете в этом такой вот макрос можно сделать просто нажать клавишу макрос и скопировать данные штуки допустим выставить сюда и соответственно сделать эти действия только в другом на другой скорости допустим но для этого надо будет сделать промоутер вейбл и на запуск каких-то действий да допустим здесь у вас будет 0,5 а здесь у вас будет я не знаю чтобы быстрее шло потому что меньше одежды и так далее там целых три десятых ну или если у вас больше нуля но меньше десяти соответственно вы там ставите 0,1 и прям он очень быстро начинает и замерзать и ухудшаться так скажем здоровье здесь здесь уже ваш выбор есть я не знаю как вам необходимо просто примерно подсказал как это сделать если сейчас мы он у нас я полностью оделся и у нас замерзание практически не идет так как она больше пятидесяти вроде да как выставилась а если давайте прям меньше надежды соответственно она идет в общем друзья на этом все с этим играйтесь как хотите до скорой встречи пока